Здарова, ребята, с вами, ну, как всегда, Любопыт. Давненько у меня что-то не было роликов про трэшовые конструкторы, поэтому я снова пошёл в тот самый магазинчик игрушек в Магните, чтобы купить там очередную какую-нибудь дичь. К сожалению, там конструктора не осталось, ни трэшового, никакого вообще. Ну, нет, осталось, но там только самые большие были наборы, большие, дорогие, которые мне, конечно же, не нужны. Но у меня на примете стоял другой магазинчик игрушек. Вот в нём-то выбор уже был очень богатый. Я даже не всё купил, что хотел бы вам показать, но купил я достаточно много дичи. Сейчас мы на неё вот и посмотрим. Начнём, пожалуй, ну, с более-менее адекватного наборчика, точнее, фигурки. Это у нас фигурка по Майнкрафту, ни разу, кстати, у меня не было по Майнкрафту фигурок и наборов тоже. Будет первый. У нас тут такой странный вот золотой человек. Не знаю, кто это золотой человечек какой-то. С киргой и шлемом. Здесь написано, что здесь именно Gold Edition, да, Series. И сзади нарисованы остальные человечки из этой серии. Они все золотые. Вроде бы годные. По качеству вроде смотрится нормально, но, блин, почему они все золотые? У них там что, эпидемия золотухи началась? Ладно, они были бы в золотых доспехах и так далее. Но они, блин, просто так золотые. Вот, например, Стива вижу с золотой кожей. Ну, если это, конечно, Стив. Вроде это Стив. И, кстати, тут какой-то он ещё человечек странный. Снизу у него лицо нормальное, а сверху у него лицо Крипера. Хотел бы я на такого высклянуть, но, увы, такого там не было. Там был только вот такой и вот такой вот ещё. Я решил купить одного. Просто, чтобы посмотреть. Итак, у нас эта фигурка от ZT. Ни разу прежде не сталкивался с такой фирмой. Ну, сейчас посмотрим. Так, кстати, тут написано Minecraft Xbox One Edition. И нарисована ещё рожа Крипера. Ну, прикольненький такой дизайн, надо сказать. О-о-о! Здесь сказано ещё особенные... Особенные, чё-то там... Ну, не знаю, что тут спецификация, но вроде как особенные. Особенность цветов и содержимого может отличаться от иллюстрации. О-о-о! Это вот уже о чём-то говорит. Ну, сейчас посмотрим. Логично будет подумать, что нарисован здесь золотой, а подложат нам, допустим, красного или синего. Бывает же такое? Ха! В городе мастеров и не такое бывает. У них там вообще нарисовано одно, а внутри совершенно другое. Ну, ладно, без лишних слов. Давайте посмотрим. Это же не город мастеров. Так. Ага, ну человечек-то у нас всё-таки золотой. Так, давайте сейчас я его соберу и покажу вам. Ну, что могу сказать? Фигурка такая себе. Принты у неё скошены. Ещё есть какое-то странное повреждение на шлеме. И кроме того, нам обещали дать гирку. А далее топор. Ну, короче, наебали нас. Ну, в общем, не рекомендую я покупать фигурки от Z-Team. Стоила, кстати, эта фигурка 60 рублей. Не стоит она абсолютно этих 60 рублей. Не настолько, конечно, плохая, но плохая. Такое ощущение, что подержал в руках фигурку от Лепку или от Джинран. Потому что у них похожие качества. Не фиговая, короче, мини-фигурка. Но смотрим дальше. Это пока я отложу всё в сторонку. Пакет выкину. У меня есть ещё два наборчика по Майнкрафту. Это у нас животные. Да, я ещё раньше увидел эти наборчики с животными. Но, блин, какие-то они были странные. Так, первый ещё вроде адекватный такой. Почему я говорю вроде, сейчас поймёте. Итак, это у нас вот такой поросёнок. Господи, вы только взгляните на его голову. Бедный хряк, кто тебе так голову спрессовал? Я кинул фотку этого набора в одну беседу во ВКонтакте. Мы там просто переписывались с людьми, которые любят Лего. У нас там, короче, беседы любителей Лего. И когда я кинул фотку этого набора в беседу, один член этой беседы написал. Он выглядит так, как будто его только что кастрировали. Да, я не могу не согласиться с тобой, чувак. Реально. Бедный свин, его кастрировали, да ещё и голову спрессовали. Не хотел бы я быть на его месте. Этот набор от фирмы S.S.T.A.R. Ну, точнее, S.T.A.R. Тоже с подобной фирмой ни разу не сталкивался. Кстати, прикольное оформление у коробочки в виде блока земли. Годненькое такое оформление, мне нравится. Ну, давайте сейчас глянем. Надеюсь, хотя бы... Ой, а она тут заклеена. Давай, отклеивайся скотч. О, я надеюсь, что хотя бы лицо у этого поросёнка будет. А то встречал я, ну, не сам, конечно, а в видосах у ютуберов. Такие конструкторы, у которых нет принтов. И получается безликие животные. Так, хоба. Так, а ну-ка понюхаем, как пахнет. Да-то фигурка не пахла, а вот, может быть, эти будут пахнуть. Ну-ка. Запашок слабенький есть. Или это мне кажется, но запашок есть. Так. Вот такие вот у нас детали. Здесь такого супер-бупер ничего нету. Обычные детали, розовые пластинки. Ещё тут несколько песчаных деталек. Ну и, короче, стандартные абсолютно детали. Сейчас посмотрим, что мы из этого соберём. Инструкция у нас, кстати, на коробке напечатана. Мне это не впервой. Давайте собирать. Итак, в общем-то, всё готово. Такой себе, конечно, наборчик. Странная какая-то вот конструкция. Похожа на фонарный столб. И не знаю, что это. Травка какая-то растёт. Или что это? Понятия не имею вообще, что это такое. Поросёнок тоже хреновый. Потому что, во-первых, из-за того, что ему голову спрессовали. Вот просто пипец. Это что надо сделать, чтобы так спрессовать голову бедному поросёнку? И принт у него пятачка тоже съехал. Бедный свинь. Да, мне тебя жалко, хряк. Ну ничего. Уберу этот принт у тебя с головы. И потом сделаю из тебя какую-нибудь самоделку. Ты у меня не будешь страдать. Это мы убираем. Но я купил два таких наборчика с животными. Вот в следующем наборе уже будет совершенно непонятно, что за животные. Итак. Вот. Скажите мне, пожалуйста, на милость. Что это такое? Это корова? Или это динозавр? Я вам скажу. Это неизвестный науке зверь. Больше я никак не могу его назвать. У меня просто не хватает фантазии как-то его назвать ещё по-другому. Но у нас такое же оформление коробки блок земли. Взял я, кстати, этот наборчик ещё из-за того, что тут есть полезная деталь для самоделок. Вот это вот зелёное. Это изображает обычно траву или листву на деревьях. Так, чё там? Опа! Здесь написано. Риноцерос. А это вроде носорог. Да, носорог. Значит, носорог. Ну, смутно, похоже на носорога. Но тогда скажите нам, милость, почему вы не наградили его глазами? Ха, безглазый носорог, зашибись. Поросёнку хоть и сплющили голову, но хотя бы глаза дали пятачок. Можно хотя бы понять, что это поросёнок. А здесь непонятно что. То ли это корова, то ли это динозавр. А здесь вообще оказывается, что это носорог. Пипец вообще. Так. Ага. Здесь более скудный набор деталей. Я вам скажу. И они вроде... Ну, слабенький такой запашок пластика. Как и в предыдущем наборе. Ля-ля-ля. Давайте соберём этого недоносорога. Ах, взгляните на шею этого носорога, и вы поймёте, о чём я. Правильно. У него даже нет шеи. Господи. Поросёнку спрессовали голову, а носорогу её, наоборот, отрубили вообще к херам. Ах, у него нет ушей. Голова у него держится на детали один на три. Господи, какая оригинальная идея. Эдрён Батон. Я удивляюсь вообще, китайцы. Как вам такие гениальные идеи приходят в голову? Вот в лего такие идеи в голову никогда не приходят. Серьёзно. Бедный носорог. Вот эта вот деталь, она вообще вихляется, держится на добром слове. Вот-вот отвалится. Бедный-бедный носорог, как же мне тебя жалко. Да, это пиздец. По-другому это не назовёшь. Вот тебе, собрат, который даже больше тебя. Вот где это видно, блин? Поросёнок больше, чем носорог. Офигеть. Ну и с конструкцией про неё я вообще молчу. Это слишком круто, чтобы что-то про неё сказать. Что здесь хер знает чё, что тут хер знает чё. Только вот эта вот деталь ещё пригодится для самоделок. Ну и вот эта вот, это, наверное, тыква. Тогда на-ка ей такой огромный лист одной единственной тыкве. На, хрен с ним. Не будем ни о чём думать. Это дичь. Это полнейшая дичь, ребята. Я не рекомендую, конечно же, её покупать. Вы думаете, это всё? Всё? Ха! Нихуя подобного. Смотрим дальше. Следующая мини-фигурка у нас будет по гадке Я-3, как здесь нарисовано. Это у нас миньон. И она у нас здесь нарисована, что от JS. Но вот тут сбоку и сзади написано, что она от Лепку. Значит, будем знать теперь, что JS это тоже Лепку. Все мы уже с вами знаем и любим Лепку. Знаем, какой это трэшовый конструктор. Какие у него трэшовые фигурки. Но настолько трэшовой фигурки я не видел ещё никогда. Да, там было множество таких вот миньонов разных. И я думал, какого же одного взять. Самого такого вот... Самого какого-нибудь... Как бы сказать... Самого удивительного миньона. И я его нашёл. Вот он. Вот он. Жёванный крот. Я от вида этого миньона не могу даже ругаться нормально. Потому что мне не хочется это ругать. Он такой смешной. Вот серьёзно. Вот такое вот чудо, блин. Вот вы только... Сейчас подождём. Подождите. А потом я вам уже скажу, что я придумал. Представьте себе такой случай. Работаете вы, допустим, кассиром в каком-нибудь магазине. Сидите, работаете. Пробиваете товары у какого-нибудь гражданина или какой-нибудь гражданки. И тут в магазин врывается это. Миньон, который напялил на себя лифчик из половинок кокоса. Тол нацепил ещё на бедренную повязку. Схватил какой-то дурацкий пистолет. Водяной что ли. И да, скорее это водяной пистолет. И вот с таких вот видов врывается в магазин. И орёт. Все на пол, это ограбление. Да ещё и на каком-нибудь своём миньоновском языке. Я не знаю, как это звучит на миньоновском языке. Да мне похуй, если честно. Если бы с вами произошла такая история, то мой ни один из вас не лёг бы на пол, не задрожал бы от страха, а упал бы на пол и покатился бы со смеху. Да и не только сам кассир, а вообще все посетители магазина, наверное, со смеху бы покатились. Вот лицо этого миньона явно выражает, что возможно он был неудачником и ему захотелось как-то выделиться. Вот он и напялил пляжный костюм, взял водяной пистолет и побежал пугать людей. Ну что ж, удачи тебе. Может, попадаешь в счастье в каком-нибудь другом магазине. Короче, вы поняли меня. Это полнейшая дичь, но я не хочу её ругать, потому что хотя бы поржать она меня заставила. Нет, серьёзно, вы полюбуйтесь на этого миньона. Я ору. Я ору. Да, кроме того, нам ещё и подложили не то оружие. Здесь на коробке нарисовано чёрное УЗИ, а нам дали какой-то голубой водяной пистолет. Да, жопа это. Я, правда, видел похожее. Был нарисован, типа, что это бластер из Звёздных войн, но этот выглядит так, как будто это водяной пистолет. Опа. Тут ещё в коробке, короче, есть какая-то карточка. Да. Здесь, не знаю, для чего она вообще. Ну, пока оставлю. Возможно, пригодится. На, и опять подставка. Ну, подставка, кстати, и в наборе вот с этой золотой фигуркой была. Я не сказал, что там есть подставка. Но здесь подставка тоже есть. Так, ладно. Выкидываем это всё. Всё на помойку. И, наконец, последний по списку, но никак не по значению. Вот. Наборчик по моему любимому. Nexo Knights. Да, по моей любимой серии. Вроде бы всё нормально. Наборчик у нас от Lelie. Это, как я знаю, компания, которая производит годные фигурки по принтам и по качеству пластика. И детали тоже нормальные, не спорю. А вот конструкция у них бывает хорошая только тогда, когда они копируют Lego. Когда они пытаются сделать что-то своё, то получается... Йоу. Я даже не знаю, чё получается. А получается, хрен знает чё. Вот и здесь у нас то же самое. Взяли они фигурку Робина и обвесили его какой-то хуйнёй. Которая, как мы видим, может стрелять. Смотришь на него и думаешь Бедный Робин Такая миниатюрная фигурка И такой тяжеленный обвес Ты себе держит Почему вы издеваетесь над фигурками, китайцы? Мне непонятно Подождите О, тут он еще, как я вижу, есть Здесь у нас есть Клей Здесь у нас есть Мэйси Арон, Лавария И еще как А, этот Не помню, хозяин монстров какой-то Не помню, как его зовут А, ну здесь я вижу ультрадоспехи По-моему, они у него и в мультике были Тогда что я ругаю Ну, блин Но выглядит потому, что трешово У Клея он еще легонький такой Ультрадоспех И у Мэйси тоже И у Аарона полегче У Лаварии вообще он тут Робоноги И у этого монстра Тоже полегче обвес У него там этот Летучка какая-то Видимо Но вот Робину досталось больше всего Потому что на него нацепили Очень тяжелый обвес Очень тяжелый Да, еще тут сказано, что здесь есть Четыре Нексосилы Ну, ладно Сейчас заценим Так, инструкция Так, и вот наборчик деталей Так С детальками-то вроде все норм Нюхать не буду Так как знаю, что леле не воняет Так Заценим-ка сразу Нексосилы Вот, я их вижу Их у нас Четыре штуки Ну, что я могу сказать Качество Нексосил Очень хорошее Они годные И не знаю Интересно, можно ли китайски Их отсканировать Потому что здесь на инструкции Нарисовано Что типа их В игре тоже отсканировать можно Я не знаю Я ни разу не играл В Лего Нексо Найт Поэтому Не могу сказать Че там получится Если отсканировать Китайские Нексосилы Так Минифигурку можно Сразу заценить Так Ой, блин А вот с минифигуркой-то Они облажались Принты скошены Очень сильно На спине еще нормально А вот Ой-е-е Что это? Что это такое? Что это за хрень Прилипла тут? Фу Фу Господи Что это вообще за хрень? Фу Ах Да уж Я подумал Все, ханами Не фигурки Но Ну да Я знаю, что Леле Бывает Иногда может На косячь с принтами Но я не думал Что настолько Она на косячь Эх, Леле Ле-ле-ле, я был о вас лучшего мнения. Ладно, давайте теперь полностью всю эту дичь соберём и взглянем на неё со стороны. Да, конструкция, как я уже говорил, дурацкая абсолютно. Этот обвес, он вообще Робину не нужен, он тяжеленный, больный. Хотя вроде у него в мультике такой был, но я уже не помню, смотрел-то я мультик давно, и в инструкции вообще было нарисовано с самого начала, что должен стоять он вот так. Но он так стоять не может. Он так может стоять только если убрать вот эти вот заряды. Да и тогда он стоять не сможет, потому что он просто падает. Его перевешивает. Вот этот вот так щит уберу, он мешается тут. Невозможно нормально поставить. Вот, если поставить, как нарисовано на инструкции, чтобы вы мне поверили, показываю картинку. Вот, вот точно так же я его поставил. И он падает. Смотрите, я просто его поставить не могу. Робин, скажи, зачем ты сделал себе такой обвес? Ты, наверное, либо Терминатора посмотрел, либо в Киберпанк поиграл. Захотел стать таким же, и что-то у тебя пошло не так. Или где-то ты накосячил. Но, блин, ведь есть же тут и классные очень детали для самоделок. Вот, ой, блин, вот эти вот стрелялки, например. Ничего страшного, запасная есть. Да и эту я найду. Потом скосики вот такие вот еще и синие. Есть еще шарниры. Ведь действительно годные детали для самоделок. И меч еще вот есть и щит. Тоже пригодится для фигурок. Вот, тут детальки-то хорошие, а конструкция фиговая. Ерундовая вообще конструкция. Итак, что же мы в результате имеем? Мы имеем золотого человечка Майнкрафт плохого качества. Кастрированного поросенка со спрессованной головой. И дурацкой конструкции, которая непонятно на что похожа. Странного вида носорога, у которого шея держится на добром слове. С такой же странной конструкцией. Миньона, такого же фигового качества, как и золотой человечек, которому к тому же дали еще какой-то водяной пистолет и нарядили хрен знает во что. И Робин, который обвесился какими-то пушками хрен знает зачем. И из всех наборов, которые я вам показал, я купить рекомендую только Робина. Почему? Потому что в нем есть хотя бы очень хорошие детали для самоделок. А остальное покупать не имеет смысла. Да даже вот носорогов покупать. 60 рублей из-за всего лишь вот этой вот одной ветки. И это за шквар. 60 рублей за одну ветку. Это никто, наверное, из вас не будет покупать такое. Даже лего деталь стоила бы дешевле. Но здесь, конечно, 60 рублей стоит не ветка, а весь набор. Да, кстати, 60 рублей стоили все мини-наборчики, а вот этот вот с Робином стоил 160 рублей. Да. И можно было, конечно, сделать его чуточку дешевле, но ладно, сойдет. Ну, хоть он и абсолютно дурацкий по конструкции, но зато хороший по составу. То есть, я уже сказал, у него очень хорошие детальки в составе, которые пригодятся вам для самоделок. Например, для мехов. Да-да-да, вот именно для мехов. Ну, и на этом все, наверное. С вами был Любопыт. И это был выпуск про трэшовое и не очень трэшовое китайское лего. Поставьте лайк, если вам понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, если вы хотите новых роликов. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok